Скандальный вердикт в Черкасах убийца получил 5 лет условно. Судьи изменили первоначальную статью на более мягкую. О подробностях этого громкого дела расскажет Станислав Кухарчук. На этих кадрах Сергей Бондаренко из ночного клуба пинками выводит призер соревнований по боям без правил Илья Новиков. И уже на улице наносит смертельные удары. Через год суд первой инстанции приговаривает Новикова к 8 годам лишения свободы. По статье умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Еще спустя год заседание по апелляции. Адвокат убийцы требует переквалифицировать статью на более мягкую. А прокурор максимальный срок. За обставин, за наявностей, за способом чинения данных криминальных правополучений. Все же таки с ухвалностью чинения. При наявности скольких телесных ускорбов. Все же таки уважающим ранее является Занатомя Кури. Почти за два года судебных разбирательств Новиков не провел под стражей ни дня. Все это время он весьма условно находился под домашним арестом. На этом видео сын бизнесмена спокойно отдыхает в одном из черкасских кафе. На апелляционном заседании Новиков настаивает. Условий домашнего ареста не нарушал и даже проходил лечение. Дальше буквально выдавливает из себя раскаяние. От сердца я хочу быть полезным потерпевшим до конца их жизни. Я готов помогать в том, что они захотят. Хотел бы, чтобы им дали больше свободы, возможностей. После этого судья оглашает договор между Новиковым и родственниками погибшего Сергея. Согласно которому родные претензии к нему больше не имеют. И приговаривает Новикова к пяти годам лишения свободы. С испытательным сроком три года. Гособвинитель в недоумении. Как судьи могли переквалифицировать изначальную статью на убийство по неосторожности? Мы переконувались и в апелляционном суде, и в суде первой инстанции. Это было безусловно видео, как происходили события, умысл их причинения. Юрист Александр Галкин уверяет, что договор родителей погибшего и его убийцы не мог повлиять на смягчение приговора, а тем более на переквалификацию статьи. Люди уже нет, но разница в санкции, в ответственности за эти правопорушения. А это уже складова для коррупции. Прокуратура намерена обжаловать решение в Верховном суде. Правда, следователи боятся, что пока дело дойдет до касации, подсудимый может сбежать из страны. Станислав Кухарчук, Пяна Тимошенко. Подробности телеканал Интер Черкассы.